Музыка Скажи всем привет Алло Доброе утро Зайчик тоже Алло Вот она я Скажи А как ты там слышишь? Ух ты Ой, вот так Вот так попы крутила Ох, как хорошо Видишь, вот Видишь, кака Вот, собачка накакала Вот здесь обходи, вот где мама Соня сейчас вырвала В машине Не знаю, может я так ехала Было у нее уже как-то так Я думала тоже она вот заболела А потом мы приехали И все было отлично Мы тогда развернулись Не поехали в сад И я думаю, что ее тогда укачало И вот, наверное, сейчас тоже Потому что я когда ехала, тормозила Я поворачиваюсь, а она Мама, типа, плохо Я постаралась аккуратнее ехать Дала и водички И уже подъезжаем к садику Я уже торможу А я, блин, забыла еще с собой вещи Запасные Потому что я решила одеть ей то, что у него лежало запасного в рюкзачке Думаю, одену это А другие положить забыла Сейчас еду к врачу У меня закончилось железо еще месяц назад Месяц назад у меня закончилось Я все никак не подъеду И надо взять железо Надо взять термин На который я тоже не попала Чтобы еще узнать о чем Посмотрите Посмотрите на эти морщины Это боток спал Посмотрите, какие у меня мощные У меня очень подвижные мимика И вот видите Тут еще кепка сверху давит И снизу мои мышцы Короче, жесть Просто ужас Не могу на это смотреть А Мадина уехала в отпуск Опять Так что жду, когда она вернется Жду, когда она вернется В нормальную жизнь Чтоб вернуть меня В нормальную жизнь Я все думаю Че у меня датчики не пищат-то, да? Вот когда уже красненькое Оно так пип-пип-пип-пип, да? Должно И вот сколько я паркуюсь Вообще не пищат И вчера они у меня пропищали И я поняла Просто я идеально паркуюсь Что им не надо пищать А вчера было немножечко там Ну, мало места И они мне чуть-чуть пищали А так я просто мастер парковки Что им даже не приходится мне Помогать и пищать Глава врача Один раз не попали Короче, пришла к врачу Говорю так и так Скажите Вот я пью железо Не знаю Все равно уставшая Все равно то, все Ну, сейчас, окей, месяц не пила Но Ну, в общем, говорю Давайте вообще проверим Почему оно у меня упало Что, как Может, это атомиепрацола Может, еще что-то Короче, я не знаю Что надо сделать Чтобы Тут врачи что-то сделали Просто Все делается Со слов Вот что пациент говорит Они тебя послушают И что-то там Могут прописать Или посоветовать Да И то Прописать не всегда Так, посоветуют Посмотреть Кого-то Почитать И я вот рассказываю Говорю, ну, вот так и так Ну, а почему оно падает Говорит, ну, мы не можем Так сказать Почему оно падает Существует миллион причин И просто так сказать Почему оно у вас упало Мы не можем Я говорю, ну, может Как бы что-то сделать То-се Но она вот слушает Мои Мои Жалобы На основании Моих жалоб Врач говорит Мне нужно Заняться Моим Боже Я сейчас просто По-немецки говорила Точно так же Как сейчас с вами По-русски Еле-еле Надо заняться Моим Моим Чем это Дарм Господи Дарм Кишками Она говорит Что Скорее всего У меня проблемы Ну, как проблемы Что С кишечником То, что Он Плохо работает Или не хватает Там бактериев Или еще что-то Я говорю Окей, что делать Я говорю Не очень переношу Эти Это железо Ну, как Как не очень Ну, нормально Я переношу Ну, как бы Ну, не буду вдаваться Подробности Я думаю Вы понимаете Плюс Я говорю Чуть я не вижу Каких-то В организме Изменений Особых Да Там, чтобы я Не уставшая была Или еще что-то Я такая же Разбитая С утра до вечера Она говорит Так, ладно Отставим железо Говорит Раз вы так Полоха ходите Ну, типа Нет смысла Его пить Тогда Потому что Мы не хотим Убить вам кишечник Назначила мне Какой-то Другой препарат Растительный Не так сильно Поднимает железо Как этот Но Если его все время Пить Может помочь Но этим Мы не хотим Убить Типа кишечник Поэтому Еще какие-то Бактерии Для кишечника За внимание Маленькая пачечка 40 евро А большая 100 Я говорю Возьму сначала Маленькую И вообще попробую Потому что Это херня Которую Замешиваешь Эти бактерии Они должны Типа сначала Жить Замешиваешь С водой С молоком Или Ну Мне она В моем случае Говорит С молоком Не надо С водой Либо С растительным Молоком Замешал На голодный Желудок Перед сном Выпил Заселить Мой кишечник Какими-то Бактериями В общем Я не знаю Мне честно говоря Хочется плакать Я аж там И расплакалась Потому что Потому что У меня такое ощущение Что ничего не делается Ничего не происходит И я не знаю В каком направлении Двигаться И когда я вам Об этом рассказываю Вы мне пишете Миллион разных советов Понимаете Кто-то мне пишет Это 100% Вот это Проверь У меня было так же Тут же нижем Комментарий А это 100% Вот это У меня было так же И так начинается Каждый комментарий Ну невозможно Проверить Все подряд И тем более Здесь не так устроено Здесь не так Что ты приходишь К врачу Платишь деньги И тебе проверяют Все что ты хочешь Нет Ты приходишь К врачу Жалуешься На основании Твоих жалоб Они тебе Что-то назначают Ты не можешь Сама Сказать Я хочу проверить Вот это Вот это Вот это Потому что Я читала Врач говорит Нет Ну как бы Все что проверяется Все должно быть Обосновано Для страховки Которая это Оплачивает Вот сейчас Эндоскопию Нет не гастро Эндоскопию Для кишечника Я все время проверяла Желудок Теперь вот проверим Кишечник И чтобы даже Она говорит Мы это тебе Сделаем зимой Я говорю В смысле Зимой И тут Она уже выходила Из кабинета Я просто Расплакалась Я говорю А можем Не тянуть зимой Я говорю Я потому что Чувствую Что у меня Что-то происходит Со здоровьем Я говорю Я до беременности Я три года Не болела Вообще Я после того Как родила Соню Стала часто болеть Каждые три месяца Потом каждые два месяца Потом Соня пошла в садик Я вообще стала Каждый месяц болеть То есть я Инфектанфелик Ну как бы Без конца болею Без конца болею И это что-то ненормальное У меня появились ПМС Я в жизни За 30 лет Я не знала Что такое ПМС Она говорит Для этого я вам советую Пить Агнолют Я говорю Ну зачем мне советовать Что-то пить Давайте найдем причину Причину Они Здесь мне пить Амепрацол Здесь мне пить Агнолит Там мне еще что-то пить Я говорю Ну что-то же происходит В организме Она говорит Да Но нету каких-то У вас глобальных жалоб И это могут быть Тысячи причин И в принципе Ваши комментарии Это мне еще раз подтверждает Что могут быть Тысячи причин Потому что Каждый мне пишет Абсолютно разные вещи И каждый уверен Что это именно то Да То есть Это может быть Куча всего И врач не может проверять Типа Все Он проверяет то На что жалуются пациенты Исходя из его жалоб Он назначает какие-то В общем У меня сейчас еще раз взяли кровь Проверить Поднялось У меня что-то Или не поднялось И когда она говорит Проверим Когда будем вместе проверять И желудок И кишечник Вы зимой проверяли Следующий Типа Это раз в год Следующий зимой Я говорю Да Но вот этот Дарм-то я не проверяла 12 сепер Случная кишка Я так понимаю Это она Я говорю Это-то я не проверяла Я просто вдруг расплакалась Не знаю почему Потому что меня напрягает бездействие Бездействие без Когда ты не знаешь, что происходит Когда ты не понимаешь, что с тобой Вот это меня напрягает Просто расплакалась Я говорю Понимаете Я чувствую, что что-то в моем организме происходит Я говорю Я боюсь, что вот такие огромные разрезы Между одними анализами и другими Что за это время может произойти что угодно Я говорю Я соло-мама Я говорю Я боюсь, что в моем организме Может быть сейчас какая-то там опухоль Я говорю Я 10 лет пью амепранцол 10 лет Да Но это ненормально Хотя миллион врачей Ну не миллион Ну парочка Три врача мне как минимум сказали Что нормально, пей Вот это говорить ненормально Надо же менять Питание Я сейчас Я говорю Я сейчас второй месяц Ну почти два месяца На интервальном питании Она говорит Это супер Она говорит Это супер Это только плюс Говорит Мне нужно больше сейчас Каких-то масел Баласштоп Я не знаю Это наверное Это орехи Это семена льна Это овсянка Это масла Я говорю Может быть у меня Белок не усваивается Может быть у меня Из-за амепрацола Потеря железа Она говорит Все может быть Ну на все невозможно пройти Я говорю Ну вот Давайте вот на это проверим Она говорит По твоим Потому что ты рассказываешь Сначала надо заняться Говорит Вот этим То есть они не могут Необоснованно Сдавать на какие-то анализы То есть они все Вносят в систему Вот я например Вот эту как получила Она говорит Тоже Чтоб тебе ее Оплатила страховка Ну как бы Самой тут ходить По врачам оплачивать Это нереально Это бешеные деньги Это просто бешеные Я когда работала Перевозчиком Да Тут в больницах Ну окей Там посерьезнее были Всякие заболевания Там и рак был Это просто сотни тысяч евро Да Вот там делали Переливание крови Не переливание крови А этих Короче Рак крови Был у девочки И там нужно было Вот эти клетки Столовые Это было Сотни тысяч Всего лишь Первая процедура А их нужно было Очень много Сотни тысяч евро Да А здесь Чтоб что-то делать Это Это сотни евро Да Каждый раз Сотни евро Это ну нереально Я просто не смогу Я не смогу себя вылечить Не хватит финансов Поэтому естественно По страховке По страховке Как бы Все бесплатно Ты платишь за страховку Тоже немаленькие деньги Немаленькие Ты только за страховку Платишь сотни евро В месяц И еще плевать На эту страховку И ходить еще отдельно платить Ну извините Это я не знаю Сколько надо зарабатывать В Германии Все ходят по страховке По своей страховке И чтобы страховка Оплачивала Врач должен обосновывать То есть он не может Тебе назначить Просто любые анализы Вот ты хочешь провериться Там сходить на МРТ Ты не можешь просто так Пойти на МРТ Ну можешь оплатить Со своего кармана Но это как я уже сказала Дорого Либо Чтобы идти по страховке На МРТ Например Тебе Врач должен Увидеть у тебя Какие-то жалобы Которые оправдают Процедуру МРТ Чтобы пойти на Гастроскопию Или на Энтоскопию Как она там называется Врач должен Что-то вбить В систему Написать И эти причины Должны соответствовать Тем причинам Которые Оправдывают Вот эти процедуры И когда я уже Расплакалась Я говорю Я просто Соло мамы Я не хочу Пропустить что-то В своем организме Что-то запустить Я говорю Я просто У меня была бурная молодость Я пила много Алкоголя Я курила Я питалась Как хотела Я пила энергетики Да Я ела еду Которую не переношу Я делала Тест на переносимость еды Да Там например Мне там молочка Не очень заходит Мне даже Такие продукты Как помидоры Перец У меня непереносимость Но это не то Что-то не значит Что я всю жизнь Не могу есть Это надо сократить Либо какое-то время Не есть Потом потихоньку Водить рацион Ну в общем Я питалась Очень долго И до сих пор Очень неправильно Я говорю Я не хочу запустить Я сейчас стараюсь Да Вот как-то И по врачам ходить И вот Интервалка Я чувствую Что интервалка Мне действительно хорошо Она и вес мой снижает И я чувствую себя лучше У меня нету Вздутия Да Например Я какую-то легкость чувствую И я стараюсь Сейчас питаться Да Ну вот там Рыбку Овощи Конечно У меня все равно Есть колбаска У меня все равно Есть сыры Я сладкое Сейчас сократила Тоже Естественно Я не перешла Полностью На там Здоровое питание Но я Стараюсь Что-то делать И я говорю Я не хочу запустить Какой-то там Упустить процесс И запустить Другой процесс Да Не дай бог Чтобы у меня там Что-то развилось Да Я говорю Я соло мама Мне надо думать О себе О моем ребенке И я Короче Расплакалась На этих словах И Она зашла обратно Закрыла дверь Говорит Хорошо Давайте сделаем сейчас Начала что-то вбивать Говорит Мне нужно Каких-то Больше симптомов Говорит Просто Ну Говорит То, что вы рассказываете При таких Не делают Нету У вас причины Делать Вот эти анализы Например По крайней мере Сейчас Говорит У вас была там Кровь Или там еще что-то Говорит Не было Она говорит Ладно Я что-то напишу Ну вот дала Она мне сказала Больше пить воды Больше есть Вот этих балласт Что-то Что я вам уже Перечислила И вот этот вот Мне надо будет Сегодня Когда Соню Пойду закипать Забирать Купить Потому что я сейчас Без кошелька А Apple Pay У них нельзя платить Потому что Допотубные аппараты И надо купить Эти Бактерии Для Кишки В общем Как-то так Ребят Как-то так Не знаю Буду сейчас Это все Пробовать Едем дальше Купила Ежевико Мунимально И клубнику Что-то Вообще Клубнику В этом году Не покупала Особо Клубнику Которую Прям С поля Собрали Здесь В ларьках Продаются Они в магазине Ну Серьезно Ну Серьезно 6 евро 5,5 За что Серьезно Порвано Что-то Похожие У нас И Высокие Ой Дядьки Как Вы Плёсные Я Нашла Ну Не Аватара Да А вот Вообще Человеческого Детеныша Ой Просто Шикарный Это Трусики Что-ли Ой Посмотрите Ребят Посмотрите Какие Ножки Мягкие Ой Как Классно Я Две Заказала По-моему Это Сонечки Конечно Ж Ой Дебоз Ой Какые Классные Посмотрите Ребята Ой Какие Классные Они Просто Они Как Настоящие Ой Мне Самой Нравится Есть Чем Поить Оп Это Мега Классная Игрушка Вот Есть Сосочка Я не буду Сейчас Распаковать Потому что Я обратно Запакую Вот Есть Побольше Для Молочка И Соса Там Есть Это Что-то С чем-то Посмотрите Все Вот Это Вот Видите Они Очень Мягкие Очень Посмотрите Ну То есть Они Тянутся Видите Это Как Ой Какие Классные Мне Кажется Соне Должно Понравиться И Девочкам Постарше Тоже Это Просто Шикардос Я В таком Восторге Посмотрите Ушки Даже Все Такое Ой Как Классно Все Боже Это Это Просто Мега Круто Пальчики Привет Здравствуй Ну Это Просто Крутяк И Он Такой Хорошенький И Как Раз Он Такой Маленький Для Сонечки Прям Супер Это Вообще Я В таком Восторге Я Просто Просто Восторге Посмотрите Это Памперсы Или Трусики Подели Памперсы Ну Это Просто Мне Даже Вот Так Больше Нравится Посмотрите У них Даже Ножки Посмотрите Как Сделано Все Круто Видите Это Вообще Что То С чем По Моему Я Заказывала С Открытыми Глаз Ками Давайте Глянем Я Думаю Надо Еще С Открытыми Взять Видите Ну Коферзан Так 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 Да Нет Я Что Думала Это Заказала Просто Я Вот Думала Если Брать Там Кроватку Стульчик На чем Сидеть Оно Все Такое Большое Ну Для Больших Кукол А для Этого Надо Что То Маленькое Восторг Восторг Я Выпила Кофе Я Вдарил Сарай Горей Хата Я Шла В магазине Отказалась Себе Там В одних Печеньках Других Конфетках В принципе Меня даже Не тянет Особо На Сладкое Жужде Лукас В итоге Вспомнила Что Соня Хотела Еще Вафли Взять Пошла За Вафлем И Увидела Маффины Взяла Эти Маффины Съела Аж Две Штуки В машине Видите 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 Нет Вот 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 Это я Рисовала Это я Рисовала По-моему Это Пришел Адаптер Для Адаптера Вчера Я вам Показывала Что Да Это она Что Я заказала Два Две Отдельных Части Пытаюсь С камеру Чтобы У меня Стояла В машине Нашла Случайно Вот Такую Штучку Я не знаю Я в голове Это связала Так Что Это Теперь Должно Сработать И Должно Все Вдруг Вдружку Встать Сейчас Посмотрим Короче Называется Очумелые Ручки Собери Себя Сам Просто Потому Что Одного Штатива Нет Смотрите Вот Такая Штучка Сейчас Рискнем Так Тогда По моей Логике Это Вот так По моему Это Должно Срам Ты Издеваешься Или что Да почему же Зачем Так Сделано Так Сломаю Давай Ладно Так Попробуем Я думала Вот это Вставить В это И тогда Вот сюда Я смогу Прицепить Другую часть Что тебе Мешает Вот так Она должна Была Быть Почему Нет О Или что Ок Ок Живо Идет Аллилуйя Посмотрите Какую я сделала Модель Ну получилось Правда Вот эта часть Гораздо Легче Чем Вот Этой Если Сюда Ищу Камеру Я боюсь Что Оно Может Упасть И вообще Повредить Мне Машину Потому что Вот эта часть Железная А это Легкая Пластмасса Эту Раскрутить И вот здесь Будет стоять Камера Со штативом Просто Это реально Самодельная Конструкция Из трех Разных Штук Из трех Разных Штук Я вот Собрала Один В одно И вот Эту Я нашла Всего лишь Одну Я весь интернет Перерыла Я один Такой Адаптер Нашла Который Тоже Железный Надо Либо Эту Тоже Тяжелее Либо Вот это Легче Еще Поискать Но Мне кажется Они все Железные Я посмотрю Еще Есть ли Такой Пластмассовый И попробую Как оно Держится В машине Но Я смогла Будем Посмотреть Как это Все На практике Так Пробую Я закрепила Но Что-то Я не знаю Будет ли Так Держаться Сейчас Я вам покажу Как эта Конструкция Тут Выглядит Во-первых Мне нравится Что Вот это Видно Можно Конечно Вот так Сейчас Покажу Как это Выглядит Выглядит Все Это Вот так Значит Процепить Можно Только К стеклу К окну Вот на Это Не Она Не Закрепляется И Когда Я еду Это Все Вот так Трясется Крутится Здесь Никак Я уже Все Закрепила Завертела Ой Класс Вот такой Еще Вариант Нашла Сейчас Я Вас Не закрепляла А просто Поставила С этой С этой Стороны Надо будет Потом Посмотреть Мне плохо Видно Маленький Экран Мне кажется Кривовато Но Тут Вы стоите Ой Я думаю Значит Вот так Будете Стоять Вот так Потому Что Вот Здесь Везде Вы Слетаете А Здесь Вроде Ничего Да Вы Стоять Чуть Чуть Будет Кривенько Но Ничего Страшного Я думаю Да Все Тогда Это Все Возвращаю Но Не Держится Я Думала Я Гений Сейчас Придумаю Тут Конструкцию Но Все Подошло Пазл Сошелся Но Оно Все Нестабильное Получается А мне Машин И так Все Трясется Еще Не очень Много Брусчатки Да Особенно Где-нибудь В спальных Районах Едешь Вот так Вот Спой Мне Еще Да Нормально Немножко Вот так Наперекос Но Ничего Все Окей Довольна А то Для меня Прям Это Была Проблема Я Прям Не Думаю Ну Как Так Ну Не Может Ж Быть Ну Как Что Все Люди Из Пежо Снимают Что Неужели Никто Не Снимает Видео Из Мерседесов Неужели Нет Блогеров На Мерсах Нет Конечно Есть Крепление Спокойно Да Одно Которое Крепится И вставляется Камера И Все Но Как я уже сказала Для этого Придется Ее снимать Мне Каждый раз Со штатива А мне Это Не Удобно Это Просто Ну Не вариант Я не снимаю Годами С нее штатив Не снимаю И вот так Каждый раз В машине Все снимать Нет Мне так Удобно Поставил Кнопку Нажал Все Мне надо Чтоб все Было Быстро В блогинге Я себе Упростила Все процессы Насколько Это возможно Да То есть Если раньше Я там снимала Видосы Такие Стационарные Я ставила Свет Я там Красилась Садилась Что-то вещала Ну это вообще Этот формат Мне вообще Не зашел Я поняла Что я больше По влогам Именно Влоговский формат Далее Я там Раньше Например Передавая Видео У меня Было Промо 9 10 15 Секунд Бывало Где я Вставляла Что будет В этом Видео Какие-то Отрывки И это Тоже Занимало Много Времени С одной Стороны Интересно Можно Так Заманить С первых Секунд Аудитория Подумает О Вот это Интересно Будет Вот это А с другой Стороны Ну не каждый День Происходит Что-то Интересное И вот Я Смонтировала Влог И потом Сидела Думаю О Еще по Одной По две Секунды Со всего Ролика Везде Надо Кадры Набрать Штук 9 И Это Меня Просто Убивало И мне Прям Не хотелось Я вроде Смонтировала Все А потом Думаю Сейчас Делать Фотографию Обложку Сейчас Писать Текст Название Теги Потом Еще Эту Нарезку И то есть У меня Занимало Монтаж Видео Вот Сколько Занимало Времени Еще Почти Столько Же Вот Все Видео Смонтировала Еще Почти Столько Же По Времени Занимала Вот Эти Мелкие Детали Доделать И я Все Себе Упростила Потому Что Я Себе Там Снимала Раз Неделю Может Быть Я Все Еще Это Оставила Но Так Как Я Снимаю И Выкладываю Монтирую Каждый День То Это С ума Сойти Можно Поэтому Я Себе Все Возможные Процессы Упростила Мы Еще Не пели С вами В новой Машине Мне Что Так Сильно Губы Сохнут Причем Они Сами Губы А тут Они Не Обветлены Ничего При Разговоре Чувствую Что Не Хватает Жидкости На помощь Приходит Помадка Гигиеническая С модельной Клиники Они Кстати Еще Кроме Того Что Они Стильные Они Еще Вкусно Пахнут Очень Удобные Классно Увлажняют И Они Еще С С Спф Блин Мило С Обрушившимся Небом Я Никак Не Слабачок Но Тут Такие Перестрелки Я Молчу Белеет Парус Одиноко Дурачок Он Ничего Не Понимает Корабли И Умеет Сердце И Возможность Выбирать И Погибая Улыбаться Я Никак Не Научусь Остановиться Разгоняюсь Загоняюсь Как Отпущенная Птица Хорошо Я И Значит Что-то Поменялось Я Люблю Твои Запутанные Волосы Давай Я Позвоню Тебе Еще Раз Помолчу Люблю Твои Запутанные Волосы Давай Я Позвоню Тебе Еще Раз Помолчу Меня Больше Не Зови Я Тебе Не Лучший Друг Мы Разные Берега Я Тебе Оставлю Свои Воспоминания Навсегда Больше Не Ищи Меня Больше Не Зови Меня Я Тебе Не Лучший Друг Мы Разные Берега Я Тебе Оставлю Свои Воспоминания Навсегда Заметался пожар Голубой Глаза Былись родимые Дали Первый раз Я запел Про любовь Первый раз Отрекаюсь Скандалить Был я Весь Как запущенный Сад На женщины Тели и падки Разумравилось Пить и плясать И терять Свою жизнь Без оглядки Мне бы Только смотреть На тебя Въездить Глаза Токарь И омут И что Прошлое Не любят Ты Уйти Не смогла Кругому Поступ Нежная Легкий Стан Если Зналась Забыл Кабаки И стихи Выписать Забросил Сколько Птонкой Касаться Руки И волос Твоих Где-то Осень Я б навеки Пошел За тобой Хоть свои Хоть Чуршие Дали В первый раз Я запел Про любовь В первый раз Отрекаюсь Скандалить Я даю тебе слабо Что дому не водило Никого Я даю тебе слабо Что дому не водило Никого Пока даю тебе слабо Что дому не водило Никого А мой парень Простой Он сидит Ужгород шестой У него пуля в пушке Для твоей черепушки А мой парень Он не авторитарин У него пуля в пушке Ты у него на мушке Это я такая Или ты Изменить это можно Но так не хочу Кто-то я Или ты Обнаженную ступнёй Глажу лютики Сорву Пару Положу Нам на животике Приму ногой Одуванчики За то Что бы мне Не дарили мальчики Обнаженную ступнёй Глажу лютики Пока камеры Там в машине Приклеивала В итоге Чуть не опоздала Пришла прям В самый притык Сонька последняя В чужих вещах Пойдём, доча Хорошие шортики Кстати, тебе идут, дочь Классненькая Хорошенькая Ну не хочет он Не хочет Хорошенький У соседа тут Уложила ребёнка спать Сейчас читала ваши комментарии Я в последнем влоге Просила Помочь мне Купить игру С карточками Для ребёнка Это как бы игра На русском Поэтому Я её не нашла В Германии Да И Просила Помочь мне Может быть Кто-то из Прибалтики Потому что Оттуда будет Ближе Доставить И я могу туда Переслать Деньги Да Платить Как-то И мне Пришла куча Сообщений От девчонок Что Юля У нас На Вайберес Или Азоне Есть Я такая Класс Как бы я В курсе Что она там Есть В этом-то и проблема Что её нет Здесь Мне-то надо Здесь Мне-то надо Сюда Я не могу Её оттуда Заказать Или как-то Платить Если бы я могла Я бы Не просила Помощи В итоге Я нашла Уже варианты Ну и кстати Спасибо всем Кто Смог мне Помочь В этом вопросе Надо сейчас Определиться Какой вариант Лучше всего И сделать это Планирую Запаковать Вон те Мелкие посылочки Для камеры Вот этот Держатель Всё И Сходить в душ И Я очень Хочу Почитать У меня Катастрофически Не хватает Время На Почитать Не могу Себе Позволить Лечь С книжкой Почитать Потому что Я думаю Я могу Это время Потратить На Дела Которые Мне надо Делать Но в итоге Я их Не делаю И книжку Не читаю И сижу В интернете Класс Ребят Помните Я Разыгрывала Книгу Джек Лондон Мартин Иден И Девочка Которая Её Выиграла Так и Не Объявилась Я Второй Раз Снимала Видео Ещё Раз Об этом Горилла И Она Всё Равно Не Объявилась Поэтому Давайте Я Сейчас Выберу Нового Победителя Так Старт Ну-ка 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 Ну Ну Хочу Книгу Германия Воли Поздравляю Ты Новый Победитель Книги Надеюсь Ты Отпишешься Потому Что Оно Мне Лежит Я Просто Сейчас Посмотрела На Полочке Вспомнила Так Что Поздравляю Теперь Эта Книга Твоя Отпишись И я Тебе Лежу Поздравляю Субтитры подогнал «Симон»!